Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с историей послевоенной Италии, страной, которая начинала войну в союзе с фашистской Германией, но в 1943 году, в самый разгар войны, вышедшей из этого союза. Мы рассмотрим первое послевоенное преобразование, познакомимся с социально-экономическим и политическим развитием Италии в 50-е-70-е годы XX века. Определим основные проблемы экономики в Италии, а также станем свидетелями политических перемен в конце XX-го, начале XXI века, связанных прежде всего с внутриполитическим кризисом 70-х-80-х годов. В ходе знакомства с историей Италии не забывайте записывать некоторую важную информацию, она обозначена пером, а также вам предстоит самостоятельно ответить на ряд вопросов. Поставьте на паузу, когда вам надо будет это сделать. Вспомните, какие политические режимы существовали в стране в годы Второй мировой войны, Чем закончилась Вторая мировая война для Италии? Используйте для ответа предложенную картосхему. Италия выступила в годы Второй мировой войны на стороне фашистского блока. Для Италии война закончилась поражением, а последствия Второй мировой войны были тяжелыми. Человеческие потери составили около 500 тысяч убитыми и пропавшими без вести. К 1945 году объем промышленного производства составил 40% от довоенного уровня. ВВП был на уровне 1909 года. Царила безработица. Италия потеряла все свои колонии. Однако благодаря активно развернувшемуся в годы войны движению сопротивления, Италия не утратила, подобно союзнице Германии, своей государственности. Важной послевоенной проблемой стал вопрос о форме государственного устройства страны, так как до войны Италия была монархией. Король Италии Виктор Эммануил III скомпрометировал себя с сотрудничеством с режимом Муссолини. И поэтому на референдуме 1946 года большинство населения проголосовало за республиканскую форму правления. Правительство было сформировано из ведущих партий – социалистической и коммунистической, а также христианско-демократической партии. Премьер-министром Италии стал лидер ХДП Дегаспелли. В это же время президент Трумэн предлагает Италии помощь по плану маршала, одним из требований которого являлся вывод коммунистов из правительства и формирование однопартийного правительства. Социалисты и коммунисты в мае 1947 года выводятся из состава правительства. Важным событием стало принятие 22 декабря 1947 года Конституции Италии. Она являлась в то время одной из самых демократических в мире. Высшим органом власти стал двухпалатный парламент, состоявший из Палаты депутатов и Сената. Исполнительная власть принадлежала правительству, которое было подотчетно парламенту. Главой государства являлся президент, но реальная власть находилась в руках премьер-министра. Таким образом, Италия провозглашалась парламентской республикой. Ознакомившись с выдержками из Конституции Итальянской республики, определите, на каких экономических и политических принципах основана Конституция. Не забудьте поставить на паузу. По Конституции устанавливалось право народа на труд, отдых, забастовки, социальное обеспечение, образование. Провозглашалось неприкосновенность частной собственности, свобода экономической инициативы. Социально-экономическое и политическое развитие в 1950-е-60-е годы характеризуется периодом экономического чуда в Италии. Источниками экономического чуда стала американская помощь по плану маршала, государственное регулирование экономики, продакционистская политика, инвестиции крупнейших американских монополий. В итоге в Италии наблюдается рост в три раза объема промышленного производства. Страна вошла в число 7 индустриально развитых государств мира. В середине 60-х годов период экономического роста закончился. Италию затронул мировой экономический кризис 1973-1975 годов, который привел к массовой безработице среди молодежи. Обострились социальные противоречия. Жизненный уровень населения упал, усилилась забастовочное движение. Обострение социальных противоречий сопровождалось ростом политической нестабильности. Авторитет правящей ХДП заметно ослабел, усиливаются позиции итальянской коммунистической партии. Она становится самой влиятельной на Западе среди всех коммунистических партий. Проникновение левых идей и настроений, особенно в молодежной среде, сопровождалось идеей революционного насилия и политических убийств. Активизировались неофашистские организации. Настоящим бедствием становится мафия – тайная преступная организация, действующая методами шантажа, подкупа, насилия и убийств. Мафия тесно была связана с представителями власти и государственного аппарата. Однако особенно острой была проблема юга. Национальная статистика подразделяет Италию на три экономических района, которые заметно отличаются друг от друга по уровню развития. Север – самая высокоразвитая часть страны, центр Италии со средним уровнем развития и юг, который уступает не только по индустриальной мощи, но и по уровню жизни. Именно здесь – самый высокий уровень безработицы и самый высокий процент преступности. Рассмотрим диаграммы. По данным Национального института статистики Италии, регионы юга занимают 40% площади Италии и составляют 37% ее населения. Однако их официальный вклад в легальные ВВП страны в наши дни составляет лишь около 24%, а неформальная экономика, черный рынок, деятельность мафии достигает около трети ВВП юга. Каковы были возможные варианты решения данной проблемы? Разделение Италии или реформы? Правительство принимает ряд мер по выходу из кризиса. Аграрная реформа. Государство выкупило часть земли у крупных собственников и продало в рассрочку крестьянам. Выдавались кредиты. Увеличились капиталовложения в экономику юга. Был создан Государственный фонд помощи «Касса юга». Внутри политический кризис достигает наибольших размеров в 1970-е годы. Терроризм заклеснул страну. Теракты совершали неофашисты, ультоправые, анархисты. Крупнейшей экстремистской организацией были «Красные бригады», объединявшие безработную молодежь. В 1978 году был похищен лидер ХДП Альдо Мора, сторонник сотрудничества ХДП с ИКП и противник вступления Италии в НАТО. В начале 1920-х годов убийцы Альдо Мора были найдены, а «Красные бригады» были распущены. Используя рубрику «Исторический портрет» на странице 159 учебного пособия и предложенный исторический источник, определите свое отношение к Альдо Мора. Не забывайте поставить на паузу. В 1980-е годы ситуация по-прежнему оставалась напряженной. Правительство не смогло улучшить экономическое положение населения и остановить преступность. В 1983 году было сформировано новое правительство, которое пошло на реформы. Началась модернизация экономики. Италия постепенно превращалась в развитую индустриальную страну. В рамках борьбы с коррупцией была проведена операция «Чистые руки», предъявленные обвинения влиятельным политическим деятелям. Начались частые смены коалиционных правительств, но это не отражалось на социально-экономическом курсе. В России проводилась жесткая экономия и сокращение социальных расходов. Сегодня Италия столкнулась с целым рядом проблем. Резкое падение рождаемости, неконтролируемый наплыв иммигрантов, обострение проблемы нелегальной экономики, торговля оружием, наркотиками, людьми, деятельность марки. Один из важнейших показателей экономического развития – государственный долг страны. Проанализируйте экономическое развитие Италии, используя диаграмму. Не забывайте поставить на паузу. Характеризуя внешнюю политику Италии, необходимо отметить, что в 1947 году между союзниками и Италией был подписан договор, по которому ограничивались вооруженные силы. Страна отказывалась от колониальных владений, обязывалась выплатить репарации в пользу СССР, Югославии, Греции и Албании. В апреле 1949 года Италия вошла в НАТО, затем в Европейский Совет. В 1951 году она стала участницей Европейского объединения угля и стали, а затем Европейского экономического сообщества и Евросоюза. Итальянское правительство поддержало курс США на обострение отношений с СССР. В 2003 году поддержало военную операцию против Ирако. После распада социалистического лагеря в 1991 году Италия большое внимание уделяет бывшей Югославии. Используя схему и текст учебника на странице 158-159, дайте характеристику основным направлениям внешней политики Италии. Не забывайте поставить на паузу Вот и подошел к концу наше знакомство с историей Италии. Для самостоятельного изучения предлагаю вам следующие вопросы. Сравните экономическое чудо в Италии и экономическое чудо в Германии по следующим критериям причины, мероприятия, итоги. Охарактеризуйте политические кризисы в Италии в разные периоды существования государства. Для интересующихся историй советуем, используя дополнительные источники, описать методы борьбы с негативными явлениями мафия, коррупция. Желаем успехов в выполнении заданий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!